Ну что ж, ребят, ладно, продолжаем. Собственно, всем-всем привет, ребят. Сорян, если недавний разговор кого-то, возможно, сбил с темпа игры и так далее. И мы продолжаем. Только что, тут можно посмотреть прогресс. Блин, это квесты просто. Я думал, там проценты сколько сюжета прошли. Собственно, я вижу, у нас тут появился чувак. Не обязательно было убить того, скажем так, босса по квесту пока что. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Окей, в этот раз у нас будет бланк. Интересно, что у нее будет. Хочешь купить какой-нибудь предмет, товар? Слушай, у меня сейчас времени для этого нету, так что я занята. Отвалит меня. Тебе нужно больше времени? У меня есть предмет, который идеально тебе подойдет. Вот. Почему бы тебе, по крайней мере, не взглянуть? То есть, у меняевая книга, по крайней мере, не взглянуть, чтобы не было. Так что я не взгляну. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ в другом окне. Мне нужно узнать результаты. Я не могу выдержать больше. Райгеки? А, это новостей. Такое, что нужно. Если бы не было, что бы не было, то результаты не изменятся. Это... Мовилистская... Нет. Это награда для новичков в... Ну, в написании, собственно, на новал. Ну, ты можешь это оставить на потом. Потому что результат не изменится, если ты будешь смотреть на это или сейчас, или позже. Быть признанной в качестве коммерческого писателя является моим самым большим желанием. Это то, что я хочу всю свою жизнь. Так что я пока что свалю отсюда. Сейчас не самое подходящее время. Да уж, действительно. Фома, я тебе уже сказал. И просто напишу. Ой, там букву S пропустил. Ладно. Так, все. И так, есть еще что-нибудь. Ничего нет. Ну, тогда погнали в гору. Победим там босса. В этот раз точно. И так, есть еще что-нибудь. это не ты сказал нет это то что что такое сюжет и собственно этим критериям его и называю сюжет и 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 Продолжение следует... 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 и новый лево у хорошо убежал давай давай заходи еще спасибо что зашел так что у нас тут появился и больше ничего да уж в конце концов никто ничего не купил но думаю это все зависит от того как на это посмотреть может быть это послание с кембез что что мне нужно довольно тщательно выбирать то что я продаю да это не просто какие-то инструменты которые вот можно купить нет смысла если это не игрок с навыками игрок который на голову выше всех остальных а также это должен быть игрок который ну это вот 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 Были только несколько Несколько игроков Которые Тут прошли через мои руки Пока что Они конечно все были Очень неспособны Я уверен что есть игроки У которых У которых Не было этого Особого фактора Но в любом случае Мне нужно еще немного Отполировать Своё введение Чтобы привлечь людей Я признаю Я не самый опытный Конечно в этом деле Опа Всё таки это пиратчо наверное Так Оу сколько появилось всего Так ладно давайте начнем С муджикон Хе-хе-хе. Наконец-то время настало. Первый урожай моих прекрасных баклажанов. А уровень культивированного предмета. Или ран культивированного предмета. Обычный. Хм. Тут в этом нет никакого блеска вообще. Я не могу это продать. Неужели предметы, что я использовал, они подходили? Ну, или я неправильно выбрала время урожая? Ну, ладно. Это все не имеет значения. Я запомню это. Да, я запомню этот опыт. И буду напоминать себе, чтобы никогда не терпела неудача снова. Как же зловеще. Я улучшу свой процесс. И как только я создам невероятные баклажаны, я начну массовое производство и продажа их по высоким ценам. Бу-гага. Баклажаны это какая-то фишка серии. Ну, эти баклажаны любят входить в Нептуни во всякие разные дыры, скажем так. В смысле, потом появились. Баклажаны. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А я желаю, чтобы Айф Тян смогла всегда, ну, стараться изо всех сил. А я желаю, что Компа... Компа, у тебя боеприпасы закончились уже для этого сражения, верно? Так что давай вернемся уже в магазин. Ты права. Мы пожелали очень много вещей, но думаю, что Дух сможет выполнить только одно. Ну, я уверена, что первое сбудется, даже если Дух не выполнит его. Ну, бывает. Так, что у вас вообще? О, ужас. Нептуния, оклажаны, навгир, сует... Так, ну ладно. Мы уже говорили насчет онлайновых игр, которые играли раньше, верно? Да, мы ее сделали. Я на самом деле играла в гораздо более старые версии онлайновых игр. Мне просто пришлось переставить играть в них, потому что я стал более занятой. Вау, а кто не играл-то в это, а? Да уж, я действительно хотела сыграть в свое время, когда оно вышло. Но компьютер тогда не мог справиться, собственно, с этой игрой. Я долго смотрела на экран загрузки. Вау, а кто не играл-то в это, а кто не играл-то в это, а кто не играл-то в это. Но я не могла бы задать играть в другую игру. но со временем уже на гера сделано новоиспеченный пк и в этой игре уже была куча хардкорных игроков а я уже перешла на консольный мимо но эта игра была бортом на нашей консоли в ластейшн знаешь ли тебе тоже стоит попробовать одну из наших консолей тогда тебе стоило взять одну из наших консолей тогда бы ты ее не пропустила какая ностальгия думать об этом я отчетливо помню этого человека с которой я была в гилде который был очень миленький вау вау все я понял о чем она оба наши аватара были парнями и я уверен я очень уверен что другой игрок был девушкой но я хочу сказать что я полностью притворялась парнем поэтому возможно это является причиной почему она была настолько добра ко мне потому что влюбилась ну я имею ввиду что ладно я просто шучу мы оба же были просто друзьями и никаких странностей ли тип того нам просто нравилось тусить вместе в онлайне как обычные люди знаешь похоже что другой человек вероятно думал об одном и том же но думаю что со стопроцентной вероятности я не могу ничего сказать но если вы забыли был точно такой же разговор про точно такую же мимо только со стороны в эрт так что да ну я играл за умного круто выглядящего парня с серебряными волосами она была высоким 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 милым блондином который был похож на главарь главного героя какой-нибудь манги или аниме мы очень хорошо смотрели с мести но действительно очень нравились наряды парней в этой игре но вроде бы как бы я не знаю я никогда не косплеер а парни никаких ивентов и каких-либо что высокий блондин с парнем с серебряными волосами и знаешь она очень много знала об играх и манге но там было нечто больше чем просто вот это все и очень понравилось содержимое и было реально очень весело с ней разговаривать мне действительно очень жаль что не способна больше с ней разговаривать я просто стала слишком занятой для того чтобы заходить в сеть да уж интересно его интересно думала ли обо мне она еще надеюсь с ней все нормально у меня такое чувство что ты история выглядит очень знакомый ну что то не так на кто не что у тебя на уме и не 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 ничего вообще ничего фума ну да как бы верт говорила то что как бы играл в какой-то аммоза вот высокого блондина и там познакомилась с с вот чуваком красивым с очками короче умные с серебряными волосами и как говорит что но я знаю что это была девушка но все равно мне очень нравилось и как бы все дела у нас были ну по сути смотри в игре у них я в реальность у них юрий я даже не знаю как это комментировать хорошо это или плохо а вы что думаете ладно погнали а вот вот блин вот это скример чайный канал окей настало время для кое-каких мелочей касательно чая однако название довольно странно давай поменяем его в следующий раз сегодня у нас чайные листики кэнди и да это на самом деле пишется с кей и нет это не кэнди нет нет и нет это не чай с со вкусом кэнди в смысле конфет это не ла 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 его легко пить без наполнителей и часто можно использовать в смесях он также очень восхитителен как чай с альдом и он не теряет свои вкусовые свойства довольно легко я знаю что ты уже говорил об этом но я чего не смогу не могу с собой поделать как думать о конфетах истоки имени происходит от собственно ферм где он производился кенди как говорят является нотсан да является началом чилийского чая ока сейронти то июна в токтейно чихоу де тарел коуча на сау шоу де на ка дему а майка урна докчано ума не чилийский чай это общее название чая собираемого из определенного региона и ума особенно славится своими сладко вкусными чаями ума 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 не понят понят понятно я не особо знаю где И Чилин находится, но определенно точно от него исходят восточные вибрации. Восточная атмосфера. Вопрос в том, существуют ли эти земли в пределах игровой индустрии? Вопрос в том, что это довольно неплохие манеры. Ну, на этом все касательно отчаянных тривиальностей номер один. Ну, о котором вы, собственно, решили не поговорить. Я забыл словок, правильно, так же забью. Всем приятного чаепития. Ну, ребят, пора чай пить. Так, опа, верт опять. Окей, значит, у нас еще будет интересная вещь насчет чая. Так, ну, Салари, подумал, что это само собой разумеющее, что чилийский чай, как бы, с острова Чилин. Это очевидно. Так. Что тут еще? Так. О, похоже, я получил личное сообщение. Это от Нептуни. Если ты получишь это сообщение, отправь его трем другим людям. С таким же содержимым сообщением в пределах трех дней. Или у тебя будет плоская грудь. Так, это письмо какое-то несчастье. Но почему-то у меня какое-то чувство ностальгии от него. Однако я совершенно точно не могу... Не могу послать такое письмо несчастья моим очаровательным сестрам. Ну, на данный момент я просто вышлю в обратной Нептуни. Так же, как и Нуар еще пошлю, и бланк. Этого должно хватить. Ой, господи, это плохая идея. А-а-а... Ну, сорян, ребят. Ну, русский неродной. Я не знаю, как правильно это произносится. Я думал, чилийский произносится. А он произносится челонский. Ладно. Ну, нет смысла оставлять сообщение таким, каким и он есть. Поэтому я перепишу тут некоторые вещи для того, чтобы было все немного более позитивно. Так, ну а теперь отправить сообщение от Вэрт. Интересно, что в нем? Если ты получил это сообщение, то вот твой шанс. Если отправишь это письмо в пределах трех дней, трем другим людям, ты получишь больше друзей. Окей. Что это такое? Это одно из тех дурацких писем с удачей, что ли? Если я отправлю это... Я наоборот потеряю друзей. Да, у меня подобное сообщение... Нет, я подобное сообщение получил, а я о Нептуне. Возможно, это из-за этого. Ладно, я поменяю содержимое. Я отправлю его обратно на Нептуне и Вэрт, и Бланк тоже. Привет, Кипяко Мэн. Привет. О, господи. Это отличное сообщение от Нуар тоже. Блин, что-то мне тут очень много странных сообщений приходит цепочкой. Они же не отправляют их, Ром и Ром тоже, да? Когда ты получишь это сообщение, Прочти его... Прочти следующее предложение, справа налево, и будет тебе удача. Справа налево, то есть назад. Технологии Ластейшн... Ластейшн самая лучшая в мире. Че? Обычно бы я проигнорировал нечто подобное. Но, ладно, я принимаю этот вызов. Я перепишу это сообщение и отправлю его всем. Наркоманы? Че могу сказать? Слушайте, а че, интересно, можно такую мини-игру в чатик замутить. Привет, Аллилуйя. Так, что у нас тут дальше? Ну, пока что ничего. К сожалению. Ну, ладно. Идем в гилле. А, во. О, здрасте! Вы как раз вовремя. Только что был опубликован очень важный квест. О, это квест, чтобы найти священное сокровище, не так ли? Да, без каких-либо сомнений. Вот отчет археологической исследовательской группы, которые только что вернулись из руинов. Так, значит, они наконец-то нашли местоположение одного из пропавших священных сокровищ. Но разве рыцари не расследовали дело с священными сокровищами? В то время, как они проводили раскопки в коридоре Онейро, они наткнулись на монстр-босса, который, собственно, взял сокровищ. А вот монстр, что уродит поблизости, так же препятствует раскопкам. И они подумали попросить каких-нибудь амбутюристов, чтобы они победили этих боссов. Исследователи не будут заявлять никаких прав на священное сокровище. Их желание, это чтобы избранные овладели ими, так и не сказали. Понятно, но тем не менее, похоже, у черного рыцаря никогда не будет шанса засеять. Ну, я бы была бы признательна, если бы паладину попытались немного более усерднее. И думаю, у нас не будет никаких проблем. Но до тех пор, пока мы будем стараться изо всех сил. Да, верно. Знаете, у меня такое чувство, что гилдия магов даже вообще не появились в этой истории. Сестра, что такое археология? Это наука, где вы копаетесь в руинах, в поисках древних объектов. Люди привыкли, и люди, которые привыкли к подобной жизни. В Луе имеются старые трубы и замки, кстати. Да, я видел их. Они там ищут старые монеты и окаменелых грибов, подобных вещей. Где мы видели нечто подобное? Трубы, золотые монеты, грибы, правда, они закаменели. Хм. Это будущее, Марио. Интересно, есть ли монеты в руинах этого мира? Ах, как мило. Хотела бы я провести учебную сессию с Букеттян как-нибудь. Ну ладно. Пока что я сохраню это у себя в сердце. Если есть исследовательская группа, то в подземельях должны быть клады. Юни, давай поищем сокровище вместе. Да, действительно, осталось время, чтобы вор засиял. Я была бы счастлива, если бы там были редкие материалы, а не монеты, что будут лежать. Да, и надеюсь, мы сможем найти хороший материал для обновления своей экипировки. Ладно, давайте поспешим и возьмем этот квест уже. Ну смотри, также есть квест на доставку материалов для исследователей. Означает ли это, что мы должны... Означает ли мы... Означает ли, что мы должны отдавать предметы... Из, собственно, кладов исследовательской группы. Ну... Мы можем это сделать, когда это будет абсолютно необходимо. Вы знаете, что нужно делать в противном случае, да? Эй, эй, я не говорю вам, что нужно делать или что-то еще. Но... Все закончится... Нет... Но не закончится все хорошо, если вы, ребят, исследовательской группы, вообще ничего не оставите. Нормально все, оставим там пару сокровищ. Может быть. Так, ну что ж, ладно. Наконец-то появилось следующее сюжетное задание. Ну ладно, ну пока что все, продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...